Добрый вечер! В эфире новости в студии Иван Тельтевский. Самые заметные и интересные события минувшего дня в материалах моих коллег. Итак, сегодня в программе. Готовьте сноуборды, лыжи и снегоходы. Губернатор открыл горнолыжный сезон в Таштагольском районе. Коммунальщики не справляются с уборкой снега. Выпавшие в ноябре осадки превысили норму. Инспектор погиб на работе. Его сбили, а мы убежали. В Чебулинском районе сотрудник ДПС спас женщину ценой своей жизни. Горнолыжный сезон в Горной Шории открыт. Первым по снежным дорожкам прокатился губернатор Роман Тулеев. В этот же день в Таштагольском районе запустили подстанцию спорткомплекс и отпраздновали день рождения Йети. На праздники побывала и наша съемочная группа. Кормление огня и почести всем стихиям. Так начинается главный праздник для Таштагольского района. Только истинная шаманка может попросить удачи у духов на всю предстоящую зиму и будет услышано. Минувший туристический сезон выдался очень плодотворным. Новый обещает быть не хуже. Если говорить в целом по району, то здесь все создано для туризма, укрепления здоровья, для занятий самыми различными видами спорта. Это и леса, и реки, и чистейший горный воздух. И вот не случайно горная шория входит в перечень двухсот мировых естественных природных комплексов ЮНЕСКО. На сегодняшний день у нас построено 118 различных объектов, 50 гостиниц. Только что мы открыли трансформаторную подстанцию. Она даст возможность построить еще 50 дополнительных новых гостиниц. Эта подстанция обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение всей горы Зеленой, где сегодня проходит праздник. Аман Тулеев подчеркнул, реализация программы развития моногородов дала региону возможность ввести в эксплуатацию и новую воздушную линию электропередачи Тимиртау-Кондома протяженностью 46 километров. Аман Тулеев подчеркнул, реализация программы развития моногородов дала регионов. Одну из 19 горнолыжных трасс первым пробует Аман Тулеев. Все-таки главное событие сегодня – открытие сезона. Дорога с катертью и погода что надо. На снег нынешняя зима богата, поэтому и туристов много. Только в прошлом сезоне в Таштагольском районе отдохнули около 400 тысяч человек. А ведь каких-то 15 лет назад здесь едва набиралось 4000 туристов. Такой приток стал возможен благодаря в том числе и одному человеку – снежному. 400 тысяч туристов. Это рядом. И Новосибирск, и Томск, и Красноярск, и Хакасия, и другие даже вот регионы. Ну вот должно быть вообще 401 тысяч, да? Почему? 400 – это наши, а один – наш Йоти. То, что Йоти есть, никто не сомневается. То, что он есть. Проблема – кто его видел последний раз. Вот мы хотим увидеть его здесь. В день открытия горнолыжного сезона люди не забывали и о любимце всего Таштагола – снежном человеке. Сегодня с размахом отметили его день рождения. Хозяин Таги, которым и является Йети по поверьям шорцев, к сожалению, на праздник так и не пришел. А губернатор дал новый старт поискам бигфута и напомнил, что для тех, кто найдет снежного человека, установлен специальный приз – 1 миллион рублей. Наталья Токмагашева, Андрей Пашков. Новости моего города. Поздно вечером 18 ноября на трассе М-53 в Чебулинском районе водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и сбил двух инспекторов ДПС и сотрудника МЧС. В этот момент полицейские собирали материалы по аварии, произошедшей на этом участке ранее. В результате ДТП один из полицейских, Сергей Шаманаев, погиб. Второй инспектор и сотрудник МЧС были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сергей Шаманаев ценой своей жизни спас женщину, которая находилась недалеко от места происшествия. Оценив обстановку и поняв, что столкновение не избежать, он оттолкнул женщину в кювет и принял удар на себя. У Сергея осталась семья – жена и маленький ребенок. Предварительно установлено, что ДТП произошло при сложных метеоусловиях. Гололед, плохая видимость. По факту ДТП назначена служебная проверка. Я увидел, что фары летят на нас, крикнул – убегай. И все. Их сбили, а мы убежали. Инспектору погибшему при исполнении служебных обязанностей будет посмертно присвоено звание Герой Кузбасса. Так распорядился губернатор. Семье погибшего окажут материальную помощь и назначат ежемесячную выплату в 25 тысяч рублей. Два пострадавших сотрудника также получат материальную помощь и бесплатное лечение. В ночь с воскресенья на понедельник напротив кинотеатра «Юбилейный» произошла страшная авария. «Фольксваген Туарег» на огромной скорости влетел в стоящую на светофоре «Тойоту». После столкновения внедорожник отбросила настоящий ВАЗ-2106. Удар был такой силой, что автомобили в буквальном смысле разбросало по улице. «Тойота» въехала в остановочный павильон, а немецкий автомобиль в ограждение на другой стороне проспекта. Итог аварии. Четверо человек пострадали, один погиб. 24-летняя пассажирка «Тойота» скончалась на месте. Медики подтвердили, что водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» был пьян. Предположительно, 30-летний кемеровчанин возвращался из ночного клуба. На сегодняшний момент водитель находится в больнице. По заверениям врачей, его жизни ничего не угрожает. Вот этот джип на большой скорости стукнул с той стороны микроавтобуса сзади. А микроавтобус проехал сюда и пролетел. Развернул его сильным ударом. А вот этот джип разворачивается и стукнул в мою машину. И развернул посередину дорогу. И проехал сюда. Если вы стали свидетелем ДТП или вам удалось заснять происшествие, звоните к нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300. Мы расскажем и покажем это в прямом эфире. Выпавший в ноябре снег уже превысил норму. А ведь до конца месяца остаются еще больше 10 дней. Причем и они будут с обильными осадками. Пока синоптики в срок выполняют свою работу, прогнозируют сильные снегопады, коммунальщики с задачами не справляются. Елена Мешкова прошлась по заснеженным улицам. Дворник Владимир Васильевич и его коллеги перешли на работу в режиме форс-мажора. Встают в 4 утра, выходят чистить снег в субботу и воскресенье. И все равно силами природы тягаться трудновато. Поэтому городские власти призывают с пониманием относиться к сугробам во дворах. Их не убирают ни от лени, ни от того, что не всегда успевают оперативно бороться с последствиями сильных и затяжных снегопадов. А коммунальщики и вовсе просят о помощи. Любой житель может позаимствовать у местного дворника инвентарь, обратившись в свою обслуживающую организацию и присоединиться к борьбе со стихией. Выдали лопаты хорошие, лопаты, метелки выдали, все выдали. Специально для частных субботников закупили дополнительный инвентарь. Правда, добровольных активистов-дворников словно замело. Надежды на них немного. Добровольцев в доме нет. Если только привлеченные, может быть, каких-то студенты или школьники, то есть на общественных тоже началах. А добровольцев в доме таких нет. На битву со снегом вышли 1100 дворников. На каждого приходится 2-3 двора. Есть и 25 единиц спецтехники, но здесь возникает новая проблема. Припаркованные под окнами домов автомобили. Для водителей удобно. Железная любимица всегда в поле зрения. Но механическую уборку снега в таком случае невозможна. С такими же трудностями сталкиваются и дорожники. Автомобили, припаркованные в неположенных местах, затрудняют работу снегоуборочных машин. Только за прошедшие выходные принудительно эвакуировали три десятка таких авто. В своей работе дорожники ставят отметку «хорошо». Четко выполняют схему посыпать песко-соляной смесью, подождать три часа для достижения ее противогололедного эффекта и начать сбор так называемой каши. За прошедшую неделю дорожные службы вывезли из города 45 тысяч кубометров снега. Ну, как пешеход, считаю, что есть еще над чем работать по тротуарам. И есть где поработать в частном секторе. Потому что не все, к сожалению, не на все дороги частного сектора в нашем городе мы еще зашли. Поэтому рекомендуют жителям сообщать о проблемах на дорогах по круглосуточным телефонам, указанным на нашем экране. Менее горожан, а снеги на дорогах разделились. Это какое-то безобразие творится. Их и таскают. И, в общем-то, сегодня меня так подрезали, что чуть ли не получилось аварии. В целом, если выезжать за город, где-то на дороге неплохие, то есть чистят дороги, посыпают. Уборка снега для дворников не ограничивается временными рамками. Действует простой принцип. Ликвидировать выпавшие осадки как можно быстрее. А вот дорожники стремятся подготовить магистрали к утреннему часу пик, который начинается в 8, чтобы горожане могли спокойно, без пробок добраться до работы. Поэтому основная деятельность снегоуборочных машин начинается вечером и продолжается всю ночь. Елена Мешкова, Анастасия Степанова, Дмитрий Фокин, Юрий Киянов. Новости моего города. Ушел на повышение. Глава Кузбасского МЧС, генерал-майор Иерем Арутюнян указом президента назначен первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС. Его обязанности временно исполняет Виктор Гутов, первый заместитель экс-начальника Кузбасского главка. Что такое инновации и как с ними работать? Ответ на этот вопрос искали власти Кузбасса совместно с Торгово-промышленной палатой. Сегодня за круглым столом было предложено разработать программу, которая поможет быстрее создавать и внедрять в производство инновационные проекты. Но прежде всего, по словам депутата Госдумы Татьяны Алексеевой, необходимо определиться с понятием. Сегодня даже на федеральном уровне нет точного определения слову инновации. Мы сегодня говорим о модернизации. Эта задача стоит и в бюджетном послании нашего губернатора, что прежде всего модернизация экономики, создание высокотехнологичных новых рабочих мест. Обязательно, без этого мы не будем конкурентоспособны на международном рынке, вступление в ВТО, как вы все знаете, обязательно для повышения производительства инноваций. Говорили на встрече и о комплексном взаимодействии вузов и небольших производственных предприятий. Если у нас много здесь угольных предприятий, то, естественно, запрос есть от угольных компаний на разработку, предположим, газоанализаторов. Есть запрос, есть ответ ученых. Получаем газоанализаторы нового типа, которые потом внедряем через малоинновационные предприятия. У Кузбасса появилась новая награда – юбилейная медаль, посвященная 70-летию Кемеровской области. Честь ее носить будут удостоены политические и общественные деятели, знаменитые ученые и спортсмены. Все, кто внес свой вклад в развитие и процветание региона. Кто ищет, тот всегда найдет. Организаторы лотереи железных дорог разыскали обладателя суперприза. Более 8 миллионов рублей выиграла жительница Кемеровской области. Чтобы стать миллионером, оказывается, достаточно проехаться по железной дороге и купить лотерейный билет. Искали победителя два месяца, а любимице Фортуны было известно немного. В июле она ехала из Ленинска-Кузнецкого в Уфу. От встреч с прессой новоявленная миллионерша отказывается, общается через пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, сотрудникам которой она рассказала, что совершенно забыла про лотерейный билет. Когда узнала, что разыскивается победитель, нашла дома выигрышный билет. Как потратить свои миллионы, женщина пока не решила. О том, почему девушки из Кузбасса трудятся на полях Краснодарского края, во второй части выпуска. Изучать историю ногами. В библиотеке для детей и юношества сегодня открыли неделю молодежной книги «Танцую на балу». День рождения на трибуне. В гости к кемеровскому Кузбассу приехал самый титулованный клуб страны. КОНЕЦ КОНЕЦ